Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как взломать игру Shadow Fight 2 на все параметры, включая золото, рубины, уровень. Для начала нам нужно будет скачать Shadow Fight 2 версии 1.8.2, и не меньше, не ниже. Взлом действует только на этой версии, позже после взлома можно ее обновить. Для взлома понадобится рут доступ к устройству. Когда мы скачали Shadow Fight 2, и ссылку я оставлю в описании, надо ее установить. После установки пройдем обучение и приступим к самому взлому. В данной версии не устранена уязвимость, позволяющая подменить пользовательские данные. Но после обновления частый вопрос, почему в рейдах нельзя купить снаряжение, магию и прочее. Дело в том, что рейды действуют в режиме онлайн, и данные пользователя хранятся на сервере, а на сервере их никак не подменить. Тем более, что данные сервера скрыты. Поэтому в рейдах у вас ничего не получится купить. Но тем не менее, у вас будет 52 уровень, это на данный момент максимальный. И вы сможете спокойно играть в рейдах, потому что у вас будет мощное снаряжение и хорошая магия. Что, в принципе, достаточно, чтобы наносить хороший урон. Ждем, пока установится приложение. Так, наше приложение установилось. Сейчас скачает дополнительные ресурсы. И можно будет приступать. В дальнейшем пишите в комментариях, какие хотите, чтобы я взломал игры. Я запишу запись с их взломом. На данный момент можно взломать практически любую игру. Кроме, опять-таки, тех, которые действуют в режиме онлайн. Они связаны с сервером. Сейчас нам выскочит окошко обновить игру. Обновлять ее не нужно. Только после взлома. Обновитесь раньше, и взлом слетит. Так. 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 Что-то не открывает. Выбираем аккаунт для игры. У меня уже был произведен зон. Сейчас мне скажут, что у меня есть сохраненные данные. Даже если у вас были сохраненные данные, восстанавливаться не нужно. На всякий случай, если у вас хороший прогресс, советую вам после того, как крутируете устройство. Это можно сделать с помощью соответствующих программ. Можно скачать программу Titanium Backup и сделать бэкап своей игры. Так, обновляться нам не нужно. Нам это не нужно. Так, проходим обучение. Давай там. Попрыгаем. Ну и чего. Нам не пропускает. Так, сейчас пройдем первый бой. Потом противоохранителя Рыси. И можно будет приступать. Продолжение следует. Еще я пытался взломать Shadow Fight 2 на урон. И в том файле, который мы будем рассматривать для взлома валют игры, есть параметры, которые отвечают за силу и выносливость. Но я пока не смог определить, как именно они работают. Путем простого увеличивания параметров ничего в игре не меняется. Впрочем, разработчики Shadow Fight 2 сильно постарались, чтобы запутать пользователя во взломе игры. Ну и соответственно, это непонятно, какой разработчик хочет терять свои деньги. Так, мы победили. Проходим дальше. Нас просят купить оружие. Денег у нас пока маловато. Так. После того, как мы взломаем, советую вам просто проходить демонов. Так интереснее. И на прошлом сохранении я уже к тому же дошел до титана. И, честно говоря, даже со взломом титана вам будет пройти сложно. Даже мне удалось его пройти, по-моему, с восьмого раза. В принципе, если хотите, оставляйте в комментариях просьбы. Я могу записать взлом по типу, как стать титаном в Shadow Fight. Это возможно путем добавления вещей титана в магазин. Который, кстати, действует по тому же принципу, что и пользовательские данные. Поэтому взломать особого труда не составит. После этого боя приступаем к заветному взлому. Господи, да хватит прыгать уже. Так, бой пройден. Перед взлом скачайте программу Root Explorer. Она, так сказать, будет основным помощником для нас. Акт первый. Так, все у нас открылось. Мы можем закрывать все программы. Теперь переходим в Root Explorer. Здесь я вам сейчас покажу полный путь. После того, как вы его скачали, нужно предоставить ему root права. У вас откроется корневая папка. Так, далее ищем папку Data. Сейчас root права получили. Далее в папке Data еще раз находим Data. Вот здесь вот ищем ComNecke Shadow Fight. Так. Вот, нашли. Далее заходим в папку Files. Ищем Assets. И здесь находим файл Users.xml. Копируем его. И вставляем в любую удобную папку. После этого мы нажимаем открыть в. Делаем галочку всегда выполнять выбранное действие для этого типа файла. И выбираем редактор текста. Вот, собственно говоря, и данные пользователя. Итак, нам нужно накрутить деньги. Вот они, параметр money. Давайте добавим пару нулей. Я думаю, вот этого будет достаточно. Бонус это и есть наши рубины. Поставим их вот так. Вполне достаточно. Вот эти параметры, которые я пытался взломать. Стрэнг, сила, выносливость. Нам нужен уровень. Мы ставим 52 и не больше. Потому что после обновления игра не будет работать, если у вас будет уровень больше 52. Это максимальный. На данный момент. Опыт. Добавляем пару нулей. Так, после этого ищем дальше параметры. Вот, forge material. Это материалы для заклятий. Оружие. Проставляем 999. Там хватит нам. С головой. Так, после того, как мы нашли, выбираем сохранить изменения. Выход. После этого мы делаем следующее. Так, users bug нам можно удалить. А users.xml переименовываем в лист.xml. Так, лист.xml. Так, копируем его. Вставляем сюда и хотим перезаписать. Так, теперь находим наш лист.xml. И выбираем разрешение. Убираем права на запись файла. Отключаем интернет-соединение. Так, проверяем. У нас закрыта наша Shadow Fight. И открываем ее. Нам должно выдать уведомление о том, что наши данные скомпрометированы. То есть, взломаны. Вот, все прекрасно. Закрываем ее. Потом возвращаемся в Root Explorer. Находим лист.xml и лист.xml.хэш. Копируем их. Вставляем сюда. И замена. После того, как наши данные скопировались, мы их переименовываем. Лист.xml, соответственно, users.xml. А лист.xml.хэш, соответственно, user.xml.хэш. Users.xml.хэш. Переименовать. Users.xml.хэш. Так, после этого, копировать. Применить ко всем. Заменить. Лист.xml. После того, как мы скопировали это все. Удаляем. Удаляем. Включаем обратно интернет-соединение. И открываем нашу Shadow Fight. Сейчас должно выйти уведомление о том, что наши данные были изменены. Приложение перезагрузится. И радуйтесь взлому. Наверняка вам понравится. Я на это надеюсь. Конечно, есть и взломы проще. Вроде того же GameKiller или Freedom. Но GameKiller модификации с помощью этих приложений, кроме Freedom, запрещают доступ к Shadow Fight Google Play. То есть, вы не сможете сохранить свой прогресс со взломанной версии. Что, собственно говоря, не имеет смысла игры потом. Вам все равно придется играть с нуля. А такой взлом просто и эффективен. В следующем видео я, скорее всего, сделаю взлом на Титана. Что нам поможет. Все. Можем радоваться. Как вы видите, у нас 52-й левел. Кристаллов и денег у нас немерено. Заходим в магазин. Вещи можно купить только тому уровню, который соответствует вашей локации. То есть, если вы находитесь на рысе, вы не купите вещи, допустим, выше шестого уровня. Так. У нас на данный момент не открыт кузнец, поэтому вещи так и будут оставаться текущего уровня. Позже, когда вы его откроете, вы сможете повысить вещь до своего уровня. Сейчас можно без проблем проходить его хранителей и прочую нечисть. Приятной игры. Ставьте лайки. Пишите, что хотите. Посмотреть в следующем видео. Я с удовольствием для вас это запишу. Все. До встречи.